Четвертые по счету люди в черном уже заняли свое почетное место в расписаниях кинотеатров. Предлагаю сегодня обсудить, стоит ли фильм вашего времени и денег, обладает ли он той атмосферой, на которую мы все рассчитываем, или все-таки отправляется в архив к другим посредственным одноразовым лентам, спекулирующим интересной и всеми любимой тематикой. Если вы еще не посмотрели кино, тогда вам пригодится первая, бесспойлерная часть нашего обзора. Если вы уже в курсе сюжета, тогда можете смело смотреть видео до конца, ведь оно, как вы уже наверное поняли, будет состоять из двух частей. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, что можно сказать о фильме, не затронув происходящее в нем? Ну, во-первых, если вы рассчитываете на некую новизну, то вы прогадаете. Все довольно вторично, не слишком оригинальный сюжет, основанный на всем известной истории о защитниках Земли в черных костюмах и вечно пытающихся уничтожить нашу голубую планету пришельцах. Так ли это плохо? Ну, для кого-то да, а для тех, кто просто хотел вновь окунуться во вселенную людей в черном, наверное, нормально. Ведь, по моему мнению, атмосферу передать киноделам все же удалось, и картинка получилась не так уж и плоха с визуальной точки зрения, несмотря на графику, которая местами не всегда радовала глаз. Игра актеров достойная, но, как мне показалось, Тесса Томпсон таки переиграла Криса Хэмсворда, сделав свою героиню более многогранной, что ли. Крис также не был слаб, но попросту его персонаж не сильно-то отличался от Тора, роль которого принесла актеру известность. Здесь получается такой же веселый красавчик, покоритель женских сердец, внешность которого явно пытались подчеркнуть и преподать в наиболее выигрышном свете, периодически заголяя актера на радой женской аудитории. К Тору также имеется жирная такая отсылка, которая и улыбнет, и, скорее всего, порадует фанатов Марвел, но в то же время еще лишний раз подчеркнет все вышесказанное. А вот персонаж Тессы, наоборот, не имеет ничего общего с тем, что она демонстрировала ранее. Мы, конечно же, имеем в виду роль Валькирии, где девушке пришлось воссоздать на экране брутальную женщину-воина, шутки с которой плохи. Нет, в этот раз мы видим более мягкий, наивный, возможно, немного детский образ. Что, конечно же, радует и доказывает всем, что Тесса разносторонняя, талантливая актриса, которой многое по зубам, и, скорее всего, она еще сможет в будущем удивить своего зрителя. Что же до ролей второго плана, то здесь, по-моему, тоже не прогадали. Эмма Томпсон и Лиэм Ниссон, хоть и имели немного экранного времени, все же запомнились и вписались в общую картину вполне органично. И после того, как мы похвалили актеров, к сожалению, все-таки придется побронить сценаристов. Ну уж слишком все вторично, как мы уже заявляли ранее, и нового мы не увидели ровным счетом ничего. А местами и вовсе казалось, что создатели ориентировались на совсем уж юного зрителя, или же попросту на того, кто желает откинуть голову и отдохнуть, абсолютно не вдаваясь даже в наименьший анализ всего происходящего. Еще к негативным моментам можно смело отнести наглую и слишком очевидную рекламу Lexus, которая возникала то там, то здесь на протяжении всего просмотра. Ну не смогли киношники и в этот раз устоять перед дополнительной копеечкой, тем более, что она и не копеечка вовсе. Короче, в целом кино не стало уж чем-то новым или грандиозным, но и полным провалом ленту тоже не назовешь. А если кто любит франшизу «Людей в черном» и хочет просто расслабить мозги, можете смело идти в кинотеатры. Что ж, с бесспойлерной частью обзора все, дальше пойдут спойлеры, так что если вы не видели фильм, вы знаете, что делать. Итак, для тех, кто остался, мы продолжаем. Тесса Томпсон играет девушку, которая всю жизнь мечтала попасть в команду «Людей в черном», однажды случайно увидев их в детстве. Когда цель достигнута, и героиню такие принимают в ряды защитников земли, она набивается в напарники к агенту H, Крису Хемсворду. Парень прослыл звездой отдела и ходит в любимчиках у начальства, которое единолично представлено в лице Лиама Ниссона. Но провалив совместное задание, парочка попадает в круговорот событий, в котором им приходится бороться с двумя близнецами-пришельцами, обладающими неслабой мощью. В процессе к ним присоединяется еще один весьма странный подельник, маленький инопланетяшка по имени Пешка. Милаха призваны скорее веселить зрителей, а не помогать главным героям достичь их цели. Можно сказать, что это такой себе осел для Шрека в очередном прочтении. В конце нас ожидал твист, где плохие парни оказались не такими уж и плохими, а хороший глава отдела, покровитель агента H, наоборот, скинул личину дружелюбного парня, превратившись в предателя, сотрудничавшего с инопланетной расой, врагами рода человеческого. Поворот неоригинальный, хотя, возможно, для кого-то и неожиданный. Подведем же итоги. Поставим плюсик за атмосферу и игру актеров, плюс-минусом за визуал, который местами был прям вау, а местами очень даже не очень, и скорее минус за сюжет, повторяющий все виденное и переведенное ранее. В итоге получаем средненький фильм, неплохой для домашнего семейного разового просмотра, но не претендующий на звание шедевра кинематографа. Напишите, согласны ли с данными характеристиками, или же они показались вам не вполне справедливыми, обсудим в комментариях. У нас же на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал и всем пока!